В духе современности завершает неделя литературы в Салтыковской школе. В итоговом мероприятии под названием «Литературный квест» участвует сборная школьников с 5 по 9 класс. Ребята путешествуют по станциям, отвечают на вопросы различных персонажей. Какой у меня был самый нелюбимый предмет в лицее? Не знаете? Ну хорошо, я вам подскажу. Мой самый нелюбимый предмет – это математика. Нужно больше читать хорошей литературы. Эти слова сегодня современным школьникам говорят постоянно. Проблема детского и юношеского чтения по-прежнему полностью не решена, вот и сами ребята признаются. Особой любви к книге не питает, но при этом называют своих любимых авторов. Люблю читать некоторые книги, интересуюсь, например, Есениным. Люблю читать его произведения, нравится смыслам. То есть его стихотворение чем-то похоже на моменты из моей жизни. Такие же переживания, такие же моменты. Ну большинство, конечно, не любит читать, любит погулять где-то там на улице, за компьютером посидеть. Но некоторые все-таки любят читать, интересуются хотя бы немного. Вот и в местной библиотеке, где располагалась одна из станций квеста, подтвердили – дети читают. Но речь преимущественно о начальном звене. И у нас особенно учащиеся начальные школы, они практически каждый день меняют книги. Особенно второклассники, значит, у нас третьеклассники, четвероклассники, которые уже начитаны в школу. У меня, собственно, сын учится во втором классе. Он пошел в школу, не читал. Сейчас уже читают 71 условную минуту. Мы читаем ежедневно или сказку, либо целую книгу, не менее 10 страниц в день. У них у самих это желание есть. Но куда затем исчезает? Проводя эту неделю литературы, организовывая для детей различные конкурсы, викторины, другие мероприятия, педагоги делают выводы. Ну, у меня как учителя литературы сложилось впечатление, что мне нужно больше со своими учениками заниматься написанием сочинений. Потому что с этим, к сожалению, есть проблемы. А вообще, хочется надеяться, что будем повышать культуру чтения в нашей школе. К сожалению, это немножко сейчас отходит на второй план. Все-таки на первом плане это соцсети, интернет, развлечения. А чтение книг, особенно вот чтение этих печатных книг, да, вот печатного варианта, а не электронных, уходит на второй план. Давно уже ушло на второй план. Хотелось бы снова возродить такую традицию у наших учеников. У многих есть как бы интерес, страсть читать книги. Ну, кто-то не хочет же это читать, но не читает. Для того, чтобы вызвать у детей интерес к книге, педагоги в школах внедряют новые формы и методы работы. На уроках и во внеурочной деятельности понимают, проблема есть, и ее нужно решать. Продолжение следует...